доброго всем дождливого утречка уважаемые мои подписчики и зрители канала все для клёва мы с вами на рыбалке на Днестре сейчас конец октября закончилось бабье лето наступили такие циклончики дожди вот ну хоть наконец-то можно найти себе нормальное место и порыбачить мы сидим с комфортом вот такой вот у нас зонтик классный дождик идет ветер качает вот а мы себе сидим спокойненько и наслаждаемся рыбалочкой видите как шатает ветер кстати друзья насчет этого зонтика хочу сказать что в комплекте тут такие кулушки ну скажу я так что если там где-то подальше их ставить то они нормально держат если которые вот с этой стороны и с этой стороны то есть первые куколи то порывы ветра их все время отрывают вот под рукой нашлось у меня только колышек для макушатника вот такой и кусок скотча я так вот здесь сделал небольшой узел и прикрутил и стоит вроде как надежно конструкция все остальные колышки в принципе нормальные то же самое с этой стороны и так друзья мои тема сегодняшнее видео это какая должна быть длина поводка много интересной прозрачивой информации есть в интернете я ее посмотрел послушал и как бы есть тоже свое мнение на этот счет который я хотел бы вам высказать не раз я уже говорил и были рыбалки с подписчиками которые мне задавали ребята вопросы какая длина поводка я всегда отвечал что невозможно определить конкретно точно какая длина поводка будет эффективна сегодня все зависит от того в каком месте находится рыба в толще воды или у дна какая какое течение сильное среднее быстрое медленное там и так далее фаза луны и так далее так далее миллион разных моментов может даже те которые мы даже и не знаем многие спортсмены рыболовы начинают свою рыбалку с поводка 60 сантиметров будь то на речке на озере неважно и потом от нее пляшут вниз или вверх то есть делать короче либо делать длиннее я начинаю свою рыбалку с 40 сантиметров с поводка 40 сантиметров то есть если у меня три удилища я ставлю 40 50 60 вот и смотрю в течение часа полтора насколько эффективен этот или другой поводок опять же таки можно конечно играться с длиной до бесконечности но вы должны учесть одно это все эффективно при использовании тонких лесок и тонких маленьких крючков потому что когда длинная длинный поводок он падает с насадкой более естественно и рыба практически начинает клевать в лед тогда когда реально подобран тонкий поводок и тонкий крючок который при падении будет максимально похож на падение природной наживки насадки которые рыба будет охотно клевать уменьшать поводок нужно в том случае когда вы не видите поклевку когда вы выматываете леску на катушку а там сидит какая-то рыба который вы не видели поклевку это первый звоночек о том что нужно укорачивать поводок если вы ловите на советские крючки и на толстые лески как бы вы ставили поводок это все длина это уже по большому счету что 30 что 40 что 50 что 60 сантиметров уже не влияет я когда вижу поводки вот у меня вот такая вот есть поводочница у нее длина 20 сантиметров и я на ней меряю все свои поводки вот такая торнячка вот друзья смотрите на что я сегодня ловлю в очередной раз горох с прикормкой лещевой если кому интересно ссылка будет в описании и живой компонент это опарыш вот на крючок значит сегодня использую крючок 12 номера вот такой овнеровский 50 188 серия ставил сейчас 12 но может быть перейду еще на 10 не знаю посмотрим если будут обрывы и срывы карпа то придется прийти на десятку вот и на крючок на крючок одеваю одну горошину и одного опарыша друзья когда я еще удлиняю длину поводка когда я ловлю час два три и у меня растет мое кормовое пятно и мне хочется чтобы крючок был где-то в середине кормового пятна то для этого я тоже удлиняю немножко этот поводок вот либо если я забрасывал например у меня был ориентирован то дерево то я чуть-чуть забрасываю там на полметра правее то есть вниз по течению вы поняли тогда можно не укорачивать не удлинять длину поводка оставлять его таким же самым так но это все теория значит что касается практики вот мы сейчас как раз и проверяем на данный момент 40 50 60 у меня стоят длина поводка 40 клюет нормально вот 50 клюну поэтому вот на этом варианте пока можно остановиться 60 к вон пока стоит пока не плюет так еще один момент значит почему я в горох добавляю прикормку и живой компонент ну прикормку добавляю для двух моментов первое это естественно она бы вымывается быстрее и привлекает рыбу с дальнего расстояния это раз и второе когда я горох в прикормку прессую если он когда чистый он так прессуется что в течение пяти минут не вымывается с кормушки а нужно забрасывать хотя бы раз в пять минут кормушку обновлять прикормку чтобы этот кормовой стол был на месте чтобы рыба не разбежалась никуда чтобы она ее привлекать чтобы она собиралась к вам к вашему месту лова так вот есть из прикормки вы забрасываете то когда прикормка вымывается остается так микро какие-то там расстояния между горошинами и они потихонечку вымываются если без прикормки то тогда при зажимании гороха в прикормку он там остается и не вымывается а нам этого не нужно нам нужно вымыть накормить дедушку днестра нашим горохом который мы приготовили нам же дому его не забирать правильно ящик на это разничка хорошая такая жирненькая у меня сегодня не нужно и выпуска пиво я не пью поэтому соленую рыбу практически уже не ем друзья хочу поделиться с вами новым фидерным монтажом которые сегодня использую и наверняка буду использовать и в дальнейшем в своих рыбалках этот фидерным фидерный монтаж для дальнего заброса я использую такую кормушку фирмы ipad sekai она с грунтозацепами тут у меня 100 грамм вот больше я использовать не буду хотя есть варианты и 150 грамм даже 180 125 там и так далее монтаж очень простой и очень эффективный ничего не запутывается и очень быстро вяжется смотрите в основную леску я продеваю нашу кормушку вяжем как говорится прямо на коленках проделим и бусину и вот так три раза продеваем леску сквозь бусину 2 и 3 раз все вот нас получился такой вариант мы его затягиваем все теперь бусина никуда не влево не вправо двигаться не может все здесь делаем небольшой отводик и вяжем петельку восьмерочкой связали зажали лишнее отрезали у нас там поклевка итак в течение одной минуты у нас наш фидерный монтаж готов кормушка она тут на вертлюшке нам дальше бусинка и петелечка в которой мы вдеваем наш поводочек все фидерный монтаж очень простой и ничего не цепляется вот таким монтажом inline я наверное в дальнейшем и буду ловить без использования дополнительных отводиков которые я вязал скрутки вот эти делал все это намного проще прямо на леске вот так у нас поклевочка вы друзья посмотрите какая тарань у нас ловится посмотрите вот линейка вот тут вот так возьмем от хвоста 20 сантиметров то есть тут получается 25 сантиметров тарань такая большая ловится красивая осенняя варанюшка клюет это миленько и и отпустим а такая друзья работает поводок 60 сантиметров плюет таранечка вот такая вот мелкая но клюет какой вывод можно сделать что чем дальше дольше нас рыбалка тем больше чем больше мы кормим тем у нас длиннее кормовое пятно чем она длиннее тем нужно начать длиннее поводок чтобы крючок находился в центре кормового стола вот примерно я так это понимаю у нас тут лещ красивый красавец какой он так друзья поводок 60 сантиметров это у нас прошло два часа рыбалки прошло два часа рыбалки поводок 60 сантиметров придется нам вот такого леща красивого друзья хочу повторить что длина поводка важна при соблюдении двух условий первое что вы постоянно поддерживаете кормовый стол то есть вы через каждые пять минут перезабрасываете в одно и то же место свою кормушку и таким образом давая возможность сначала мелкой рыбы подойти потом покрупнее и наконец-то карпу подойти к вашему месту лова и второе это использование тонких поводков и мелкого крючка легкого крючка который более естественно подает вашу насадку рыбе который не подозревает о том что там какой то есть подвох почему эти карпы вырастают большими там до 8 килограмм до 10 килограмм в реке как это происходит что они никогда не встречали рыбака наверняка встречали но по моему мнению они просто трусливые и этому карпу лучше вообще не съесть ничего чем съесть что-то подозрительное у нас клюет паранька гуляй друзья у нас хоть и ветрено но по крайней мере солнышко вышло уже хорошо так что продолжаем нашу рыбалочку я поставил еще два удилища то есть получается раз два три четыре пять 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 удилищ как раз у нас разрешено ловить не более чем на пять удилищ с одним крючком все у нас соблюдается поэтому показываю что нужно быть законопослушным гражданином своей страны и на этих двух удилищах я поставил поводки чуть длиннее то есть на 80 и 90 сантиметров посмотрим как они будут работать у нас на нестре вот друзья дождались на поклевки карповой хорошо давайте посмотрим спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, 90 сантиметров. Поводок приносит нам тарань. Я сороковку вообще убрал, оставил... И 50-ку убрал. Оставил 60, 70, 80 и 290. Вот 90 работал. Друзья, продолжаем ловить тарань. Такая хорошенькая, жирнючая, красивая. Так, поводок у нас только 80 сантиметров. Друзья, красная, красивая тарань на 80 сантиметров. Друзья, вот такой у нас сегодня улов за полдня. С утра и до обеда, вот. 5 карасей, 8 тараник, мелочи я не брал. Один ильяш и 2 карпика. Один вот этот большой, один маленький на 600 грамм. Ну, этого маленького мы, наверное, с вами отпустим. Пусть гуляет. Пусть придет ко мне в следующий раз, когда вырастет, подрастет. Давай, плыви. Пошел. Друзья, заканчиваем нашу рыбалку. И в тему этого видео хочется сделать несколько выводов. Если вы забрасываете свою оснастку с кормушкой, с поводком, и в течение 20 минут, полчаса не вытаскиваете снастку, не перезаряжаете кормушку, то по большому счету все равно, какая у вас длина поводка. Потому как корм быстро съедается мелкой рыбой, и смысла делать длиннее поводок нет, из-за того, что у вас кормового стола нет. То же самое касается больших крючков и толстых лесок в качестве поводка. По поводу оснастки, которую я сегодня использовал инлайн. Кормушка, бусинка и поводок. Куда уж проще, я не знаю. То есть, вот эти вот, то, что я раньше вязал, всякие отводы, этого я уже делать точно не буду. Этот вариант мне больше понравился. Сегодня испытал зон, под которым сейчас находится камера. Отличный вариант. Я очень себя комфортно чувствовал, особенно во время дождя. Так что буду его использовать. Вы не забывайте участвовать в нашем конкурсе. Призы не заставят себя долго ждать. Если будут какие-то вопросы по поводу длины поводков, либо какие-то другие вопросы, пишите комментарии под видео. Обязательно отвечу. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Я прощаюсь с вами. Всем удачи, всего хорошего. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok